МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как вы оцениваете итоги выборов с точки зрения политической и экономической? Выборы были конкурентными. Высокая явка отмечена на выборах. Много партий участвовало. Максимальная возможность была в волеизъявления граждан и избирателей проявить на этих выборах. Результаты, естественно, для Единой России, для партии власти, показали, что доверие населения сегодня сохранено властью. И даже в сравнении с предыдущим выборным периодом, по многим показателям мы увеличили доверие, в первую очередь, избирателей по отношению к исполнительной, муниципальной власти на местах. Ну а выборы главы, соответственно, это было большое испытание для региона, так как более 10, даже 15 лет не было прямых выборов. И итоги показали, что есть серьезное доверие со стороны избирателей, главе Чувашской республики Михаила Васильевича Игнатьева. Процент, который был набран, он беспрецедентен в новой истории Чувашской республики. И победа главы была во всех городах и районах Чувашской республики. Говорит о том, что население, жители республики доверяют главе республики. Вот сейчас завершается, практически уже завершился процесс. Избрание назначения на должности ваших коллег, представителей и председателей исполнительной власти на местах. Вот в Чебоксарах, например, с сегодняшнего дня приступил сити-менеджер к работе, в других муниципальных образованиях. Вы знакомы с этими людьми? То есть вы знаете, представляете, с кем вам придется потом работать? Ну, конечно. Ну и раз вы начали с Чебоксары, я непосредственно возглавлял конкурсную комиссию в городе Чебоксары. Мы провели три заседания, рассматривались кандидатуры, процедура принятия решения по выбору сити-менеджера. То есть мы непосредственно работали с коллегами по выбору, ну, в частности, я лично в городе Чебоксары. Естественно, мы также взаимодействуем и по другим городам, муниципалитетам. Во всех конкурсных комиссиях участвуют представители от исполнительных органов, от исполнительных республиканских органов власти. Чаще всего это мои коллеги, министры, которые принимают участие в таких же заседаниях в муниципалитетах. Но сегодня работа вышла на финишную прямую. То есть в ближайшие дни будут заключены уже последние контракты о работе. Много новых людей пришло? Или в большинстве все-таки остались те, с кем вы уже работали? Если оценивать общую замену, где-то все равно процентов 30-40 можно отметить, что произошли где-то замены, где-то передвижки, там, допустим, как вот в Канашском районе, в Канаши, да, то есть глава был Канашского района, перешел сегодня в город Канаш. То есть, в принципе, принимались решения, в первую очередь оценивались деловые качества кандидатов, планы их работы на ближайшее будущее по развитию муниципалитета, доверие со стороны депутатского корпуса, доверие со стороны избирателей, ну и, соответственно, так скажем, органы исполнительной власти республиканские принимали решения на перспективу развития данных муниципалитетов, так как нам совместно работать, а с учетом того, что депутатские корпусы, я подчеркиваю, опять же, были сформированы в подавляющем большинстве представителей Единой России, то есть, соответственно, и партия принимала активное участие в рассмотрении кандидатур, в принятии решений, то есть, в принципе, они оценивались всесторонне, от деловых качеств, от видения развития той или иной территории. На самом правительстве тоже произошли перестановки, некоторые замены, появились новые лица. Вот как это должно отразиться на работоспособности Кабинета министров? Ну, любые изменения, они, наверное, в первую очередь, со стороны тех, кто принимает решения по изменению, делаются в сторону увеличения качества работы, эффективности, то есть, вливание, наверное, такой новой струи оздоровления работы составов, ну, в данном случае, правительства. Соответственно, я думаю, что ожидание, в первую очередь, что поднимется качество, отдача отдельных министров, и, соответственно, сейчас есть и заместители, председатель коэффициентов министров. То есть, будут какие-то новые идеи, прорывные направления по развитию республики, ну, и работы правительства. То есть, ожидания такие. Я надеюсь, что все это сбудется. Вообще, в целом, если говорить о структуре, главой республики принято решение, и сегодня структура, она видоизменена, то есть, сегодня, на данный момент, нет должности совмещений, как было раньше, это зампред и министр. Зато есть две должности освобожденных заместителей председателя Кабинета министров, которые как раз по экономическому блоку и по социальному работают и координируют работу министров. То есть, можно сказать, что усилена адресность в работе? Ну, я так считаю, что усилена, в первую очередь, координация межведомственная. То есть, соответственно, сегодня есть заместитель председателя Кабинета министров, которые курируют конкретные министерства своего блока. И если возникают межотраслевые какие-то проблемы или вопросы, он уже на своем уровне координирует вот эту межотраслевую проблематику, вырабатывает решения, вносит на рассмотрение главы республики, председателя Кабинета министров, то есть, чтобы поднять, опять же, отдачу и эффективность и качество работы. Иван Борисович, опубликованные итоги социально-экономического развития республики за 9 месяцев этого года уже можно делать не только прогнозы, но и выводы. Вот каковы наши шансы на успешное завершение экономического года? И каких показателей можно ждать? Ну, в целом, год, как для всей Российской Федерации, складывается сложно. Прогнозные, кстати, показатели, хотя бы в своем вопросе сказали, что можно уже забыть о прогнозе, но все-таки в большей части прогноза, который давался в начале года, он выполняется. Мы тогда уже говорили по ряду направлений, все-таки будут определенные сложности достичь уровня 2014 года. В первую очередь, это касается промышленности, потому что на тот момент уже была сложная ситуация на ряде предприятий в машиностроении. Эта тенденция сохранилась по 9 месяцам. Для меня, допустим, последний месяц он в части промышленности внес приятную такую неожиданность. Она в целом просматривается и по Российской Федерации, но наиболее ярко, наверное, в сравнении с Россией, это в Чувашской Республике. То есть у нас произошло в сентябре увеличение по отношению к августу, хотя календарные собирают в августе и дней вроде рабочих больше, чем в сентябре. Плюс сентябрь 2015 года показал неплохую динамику к сентябрю 2014 года. И это нам дало увеличение производства по отношению к 8 месяцам где-то на 2%. Я надеюсь, что этот тенденция сохранится и мы выйдем как раз на те цифры, которые отраслевое министерство, Министерство экономики, промышленности, торговли давало в правительство, внося прогноз, что где-то 96% мы уровень достигнем. Соответственно, это будет где-то на уровне Российской Федерации, потому что в Российской Федерации тоже сегодня тенденция по снижению промпроизводства. А сельское хозяйство по 9 месяцам 104%, и отраслевое министерство ожидает, что все-таки будет даже чуть выше, около 105%. То есть будем ориентироваться на их цифры. Уровень безработицы, были тоже опасения, что в связи с сложностью, особенно на предприятиях промышленности, это даст нам увеличение регистрирования безработицы. Пока этого нет, но успокаиваться не надо. Недавно буквально была одобрена программа, дополнительная программа поддержки занятости. Со стороны правительства Российской Федерации мы получаем средства на ее реализацию. Я надеюсь, что это тоже поможет сохранить рабочие места до конца года и сохранить этот показатель. Замедлились инфляционные процессы, они чуть ниже, чем в Российской Федерации. Есть определенный рост номинальной заработной платы. То есть общая тенденция, что мы идем не хуже 2014 года при всех сложностях. Есть небольшие опасения снижения объема инвестиций, но это опять же общая российская тенденция, когда есть сложности в кредитовании, есть сложности к допуску к финансовым рынкам, в промышленности. То есть традиционно это отражается и на инвестиционной активности. Но опять же мы будем не хуже общей российских показателей. Вот основное это промпроизводство и исполнение бюджета по тем показателям, которые мы заложили, и когда принимали бюджет, и когда уточняли. То есть это основная задача на конец года для правительства, республики и для отраслевых министерств. Вот одно из самых важных предприятий для нас, чьи показатели напрямую влияют на цифры в целом, предприятия, концернно-тракторные заводы. На прошлой неделе, на позапрошлой неделе состоялась целая серия встреч, где обсуждалась экономическая ситуация на предприятиях. Чем закончились разговоры, переговоры? Какие решения приняты? У нас встречи с концерном проходят на регулярной основе. Просто на прошлой неделе она в таком широком формате была с участием и надзорных органов. Глава проводил. Был отраслевой блок, который непосредственно связан с работой предприятий концерна. Ну и, соответственно, были ответственные работники концерна, которые презентовали работу предприятия до конца года и перспективы на 2016-2017 годы. Позитивные ожидания все-таки сохраняются, что вопрос будет решен. Сегодня завершается долгая процедура оформления передачи задолженности от ПУО банков непосредственно к Внешэкономбанку. Ориентируясь, что эта работа должна быть завершена в ноябре, она идет сложным. Много очень таких тонких моментов, которые я не буду говорить, потому что они носят все-таки такой коммерческий корпоративный характер. Но концерн работает, и он детально и для налоговых органов, судебных приступов, кто участвовал там для правительства. Он все это писал по шагам, что будет предпринято. Но я накрасно подчеркиваю, что у концерна уже сейчас очень много заказов, которые стоят в очереди. То есть это значит, что он находится в таком рабочем состоянии? Сегодня вообще в целом ситуация, мы говорим много об импортозамещении, и целый ряд секторов, которые связаны с импортозамещением, они показывают хорошую динамику. Если брать промышленность, я не стал детально отвечать на предыдущий вопрос, говорить, у нас очень неплохо пищевку показывают, электротехника, химическая промышленность. Почему? Потому что они сегодня конкурентоспособны, потому что есть востребованность на продукцию. Такая же ситуация и по концерну. То есть сегодня трактор и по цене, и по качеству, ну вся линейка, не только трактора, вся линейка выпускаемой продукции, концерна, она конкурентоспособна. Сегодня, соответственно, заказчики требуют одного. Заключив договор на поставку техники, я хочу, чтобы она была поставлена в те сроки, которые обозначены в договоре. Концерн, не имея оборотных средств, не имея расшивки вот этой проблемной, он, естественно, имеет риски по исполнению этих контрактов. Заказы имеются. Вот в тех перспективах, о которых были рассказаны, вот на этой встрече, ожидается нормализация работы, это вторая половина 2016 года. То есть сегодня формирование портфеля заказов, оздоровление финансовое, отладка с поставщиками материалов, запчастей и иной продукции, которые участвуют в кооперации. Максимальная кооперация подразделений концерна по выпуску продукции. Ну и, соответственно, где-то, так как сроки поставки от трех до полугода техники, то есть, соответственно, формирование денежного потока и уже нормальная отгрузка продукции ориентир где-то на второй квартал 2016 года. Соответственно, если планы все будут выполнены, я думаю, что мы в 2016 год покажем хорошую динамику, во-первых, промышленную. И вот оздоровление, оно даст определенное списание долговой нагрузки для целого ряда предприятий республики, именно республики, наших предприятий. Это даст неплохой, я надеюсь, финансовый поток и для бюджетной сферы. Но это тоже где-то вторая половина 2016 года. – Иван Борисович, вот когда на совещании у главы Чуваши рассматривались итоги девяти месяцев, был отмечен низкий уровень освоения средств, бюджетных средств по отраслям культуры, дорожному хозяйству, в частности, дорожному строительству, и по линии Минэкономразвития. Вот чем это вызвано? И есть ли вероятность, что до конца года удастся исправить ситуацию? – Мы на эту тему постоянно в рабочих таких моментах акценты расставляем, и с министерствами уже предметно беседуем, почему это происходит, и когда будут планы выполнены. Здесь вот и по Министерству культуры, и по Минэкономике там есть конкретные мероприятия, которые они должны сделать. Что касается Минэкономики, это средства по малому-среднему предпринимательству в первую очередь. Ну, во-первых, были поздно подписаны контракты и поступления средств. Несомненно, по тематическим направлениям поддержки там это инновационные деятельности, там субсидирование, грандовая поддержка, там освоение будет в полном объеме, так как все комиссии проведены, все предприятия отобраны. Сегодня, условно говоря, там идет раскастирование средств и оплата, да. Остается одно основное направление, о котором тоже оно на слуху, это строительство двух, или одного, можно так сказать, первой и второй очереди, технопарка. По первому технопарку, который два года назад строительство стартовало, работы все завершаются, сегодня они фактически завершены, идет оформление последних актов выполненных работ, согласование с правилами расчетов с Минэкономеразвития России, ну и, соответственно, должна пройти оплата, ну я ориентирую себя, что все нормально будет, первой половины ноября, да, там, ну, задержки небольшие, до конца ноября. Второй, вторая очередь технопарка, это также средства на, соответственно, на строительство, на оборудование, там долгая процедура была, ну, опять же, отбора, и вторая, соответственно, конкурсная процедура, которую проводил город. Сегодня они завершены, после там, оспаривания там федеральной антимонопольной службы, там, все эти процедуры завершены, по моей информации, подписан контракт с компанией Старко, с ними переговоры проведены и городом, и министерством, она заверяет, что все в полном объеме будет выполнено. Ну, во-первых, средства, они в республике, они здесь, вот о чем речь шла и на планерке, это раз. Во-вторых, сегодня многие строители жалуются, нет тех объемов, которые хотели бы они получить. Ну, я считаю, что здесь все сходится, нужно работать, время сжатое, но, тем не менее, нужно просто расставить акценты и доделать. Угрозы есть, деньги не освоены, сегодня по той информации, которая имеется, они невозвратные, то есть, соответственно, они уйдут в бюджет Российской Федерации и, соответственно, пострадает в целом реализация проекта и, возможно, будет сдвижка по времени. Что касается Министерства культуры, там большие строительства по линии туризма. Проблема она имеется, это объекты и этнического комплекса Ясна в Чебоксарском районе, там строительство дороги и завершение электротехнических работ и строительство дороги в 500-летие. Несколько раз я сам проводил планерки, еженедельно это все город делает, и новый министр очень активно подключился к этому вопросу. Сегодня работы по 500-летию парку и по электротехнической части в Ясне и опять же в 500-летие не вызывают сомнений. Есть определенные проблемы по строительству дороги к этнокомплексу Ясна в Чебоксарском районе. Там работает компания Чувашавтодор, сегодня она находится в сложном финансово-экономическом положении и у данной организации есть срывы по выполнению контрактов. Мы механизм решения этих вопросов наметили, сегодня два министра транспорта и культуры данным вопросом занимаются, я думаю, будут они сняты. Что касается Минтранса, там неосвоение тоже по двум объектам, связанными с проведением конкурсных процедур. Это многострадальный мост московский, так как объем контракта свыше миллиарда рублей. Соответственно, по 44 ФЗ целая процедура и публичные слушания, и аудит. Она может растягиваться до полугода, если жалобы можно контракт еще дольше заключать. Мы эту процедуру сегодня завершаем не так, как хотелось бы. И если бы сейчас не оспарилась бы эта процедура фасом, фасом даже не нашим, а московским, я бы со стопроцентной уверенностью сказал, что этот вопрос мы закроем, потому что на объекте предусмотрено финансирование под закупку оборудования и материально-технических ценностей. То есть сумма там не такая большая, и этот вопрос закрывался просто как бы нормально технически. И остается два объекта, это развязка Айги, там буквально вчера мы встречались и с застройщиками, и с городом. Объем средств опять же не такой большой, контракт рассчитан на несколько лет, в следующем году планируется завершение, 350 миллионов, в этом году всего 117 миллионов. Фронт работы определен, проектные проблемы, которые возникают, снимаются, подрядчик опять же заверил, что все будет выполнено. Была пробуксовка к преступлению, контракт заключен был в июле, а фактически на работу вышли в начале октября. То есть проблематика она была, тут и какие-то неточности проектных решений были, вопросы по земле, вопросы по выдаче разрешения строительства, сегодня они все сняты. То есть нужно работать, опять же, никаких препятствий со стороны муниципалитета, министерства, я думаю, что все эти вопросы будут закрыты. Остается Марпасадское шоссе, там опять же работает Чуваш-Автодор, скорее всего мы просто согласуем с Росавтодором о переброске данной суммы на какой-то другой городской объект. Данные поручения у, соответственно, министра транспорта есть. Заместитель председателя правительства Михаил Сергеевич Резников занимается этим. Я думаю, что в течение ноября мы это отрегулируем. И та задача, которая поставлена на главу республики, она будет полностью выполнена. – Иван Борисович, вот на днях в Чуваксарах прошло очередное заседание совместной российско-итальянской рабочей группы по промышленному кругам и сотрудничеству в сфере малого и среднего предпринимательства. Насколько продуктивно поработали у нас в Чуваши? – Ну, со стороны наших коллег итальянцев, которые посетили республику и участвовали в заседании рабочих групп, которые вел глава республики, впечатление очень хорошее. То есть свыше 20 представителей компании участвовало, около 100 встреч было, как уже и по реализованным проектам на таких площадках, как БОС, АКОН, другие предприятия, кто уже не один год работает с итальянцами, реализует какие-то проекты по оборудованию, по реализации бизнеса, планов. И были совершенно новые, то есть рассмотрение перспектив сотрудничества. Подписан итоговый протокол, намечены сегодня отработка нескольких проектов уже непосредственно в муниципалитетах с бизнесом. – То есть конкретные предложения уже прозвучены? – Продолжения есть, да. Это и в пищевой промышленности по переработке, это и реализация технической электротехники. Я не буду забегать вперед, то есть давайте то, что намечено, в течение ближайших месяцев доведем до конца. Желание у наших коллег инвестировать в проекты есть. Мне очень приятно было услышать, что многие предприниматели уже инвестируют в Россию. Сегодня, допустим, пока не в Чувашии, но они работают в других регионах, видят, что у нас нормальный хороший климат, адекватные муниципалитеты, адекватные предприниматели, которые готовы к сотрудничеству. Ну, а наша задача – все это довести до логического совершения. Я думаю, будет результат. – Договоренности с китайскими партнерами обсуждали уже очень активно. Напомним, речь шла о создании агропарка. И на какой стадии сейчас работают? – Ну, я в последнем интервью говорил, китайская сторона очень тяжелый такой партнер, который долго обсуждает моменты, как вот на нашей площадке, так и мы обсуждали это на площадке, которая предоставила китайская сторона. – А вот говорят, что русские долго запрягают, но быстрее едут. – Мы максимально открыты. То есть все вопросы, которые ставились перед республикой, они решены. То есть мы ждем четкого предложения от китайской стороны, что они хотят на сегодня реализовывать. То есть по земле мы определились, площадки представлены, пакет документов по разработке бизнес-плана сделан. То есть, соответственно, нужно остановиться в какой-то момент и начинать совместными усилиями реализовывать проект. Я надеюсь, что мы в 2016 году приступим к практической части реализации проекта. – Ну вот если говорить о настроях и настроениях, то решительнее всех оказались японцы, поскольку их предприятие совместно с нашей стороной уже открыто и приступило к работе. Какие еще открытия ожидают нас в этом году? – Ну, до конца года планируем, что вторая площадка Экры будет введена, динамика завершает, это тоже электротехническое производство завершает свой проект. Чета, то есть электротехники. Сегодня ведется застройка в технопарке, вот о чем я сказал в первую очередь. Там три предприятия, я думаю, одно из них должно к концу года, в начале следующего, подойти уже к сдаче своего производственного корпуса. Есть ряд проектов в сельском хозяйстве, это и Вурнавский мясокомбинат на тысячу голов ферму реализует, это завершает проект Юрма и уже выходит на те мощности, которые были запланированы. Новая линия там на Аконде была смонтирована. То есть, в принципе, наши предприятия, кто заявлял о расширении своих мощностей, они, в принципе, это притворяет жизнь. Недавно было на Химпроме там целый ряд проектов по увеличению выпуска существующей продукции, они своими силами эти проекты реализуют и тоже планируют до конца года, в начале следующего выйти на увеличенные объемы. То есть, у предприятий планы, даже с учетом кризиса, они корректируются, но они не отказываются от реализации своих коммерческих планов по выпуску продукции. Ну, все эти ожидания нами планово учитываются в наших прогнозах. Я думаю, что это все отразится как раз в развитии республики до конца года и в 2016 году, в первую очередь. — Иван Борисович, и в завершении разговора можно вопрос не по теме? — Пожалуйста. — 4 ноября приближается этот праздник, День народного единства. Какие у вас ощущения, какие чувства он вызывает? И что вы хотите пожелать? — Ну, я всем хочу пожелать, чтобы этот праздник вошел в нашу жизнь, стал реальным красным днем календаря, чтобы мы в эти дни вспоминали, что мы нация, что есть дни, которые нас объединяют, в которые наша страна выстроила в тяжелые свои периоды. Ну, в частности, праздник связан со смутным временем, когда вообще поднимался вопрос государственности российской. И страна, страна своими жителями, своими гражданами, она смогла удержаться у пропасти и выстроить такой замечательный государство, как Российская Федерация. Поэтому я всех призываю принять участие в праздничных мероприятиях. Они в первую очередь связаны с нашей страной, с любовью к Родине. И, соответственно, каждый может найти для себя что-то новое, ну и раскрыть в своей душе любовь к России. — То есть это такой День здорового патриотизма? — Ну, можно и так сказать. Но я считаю, что патриотизм, он должен быть отмечен не одним днем в календаре. Это, наверное, раскрытие любви к России, понятие патриотизма, с чем оно связано. Для каждого человека в этот день он может что-то для себя новое открыть и уже в дальнейшем использовать в своей жизни. Мне кажется, это в первую очередь так. — Спасибо вам большое. — Спасибо. — И напомню, что сегодня нашим собеседником был председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Иван Моторин. Спасибо за внимание и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова